Привет! Ну, короче, не так я сегодня представлял себе этот день и то, что я сегодня собираюсь рассказать. Я вообще собирался про горбушку, но это как-нибудь в другой раз. Короче, открываю я сегодня глаза, а там сегодня новость о том, что Навального отравили, Навальный в коме, Навальный... Ну, короче, тут мне вспомнилась история, как мы 27 февраля 2015 года пошли с друзьями погулять, попить пиво в закрытый уже отныне бар «Дэнсинг Кэмбелл» на Флорентине в Тель-Авиве. И я такой открываю твиттер на ходу, уже подходя к бару, такой, опа, Немцова убили. И одна наша знакомая, святая женщина совершенно, человек искусства, такая, господи, а Макса за что? Макс Немцов – это известный писатель, в смысле известный переводчик, он не столько писатель, он переводчик известный российский, вот, я говорю, не того Немцова, собственно, Бориса Немцова. Его, правда, тоже не очень за что, но как бы, ну, вот так сложилось. То есть мы такие весь вечер гадали, что происходит, там в Москве все на ушах стояли, а сейчас как-то вот, ну, в льду всех этих отравлений, каких-то невнятных отравлений там, то есть, ну, как невнятных, отравлений, которые никто не расследует, там, издатели «Медиазоны» Пети Верзилова, там, каких-то невнятного отравления Карамурзы, все это как-то вызывает какие-то большие вопросы, в серии, нафига, причем людей травят не до смерти, а как-то так, чтобы напугать, и не знаю. Хотя сейчас с Навальной вообще непонятно что, и как бы, и чем это будет развиваться. Народ, конечно, уже в панике, офигевает, почему, значит, больница полна ментов, ФСБ и всего остального в Омске, ну, типа, как вам сказать, потому что случилось ЧП, потому что политика федерального масштаба в КОМе, ну, то есть, ребята, при всем при том, значит, что бы ни происходило, то, что сейчас происходит в Омске, по отзывам, это, к сожалению, нормальный процесс, то есть, известный политик оказался отравлен в КОМе, посадка самолета, то есть, понятно, что там аварийная посадка самолета, а понятно, что будет стоять на ушах весь город, и особенно его силовики, потому что, ну, что произошло вообще, как, как, блядь, что происходит, ну, короче, происходит от мгла, и я бы сказал, то есть, короче, я давно не говорил фразу дебилы, блядь, но это оно, это вот ебаные дебилы, я не знаю, кто бы это ни был, я не знаю кто это, у меня никаких предположений, кто бы это мог быть, потому что Навальный многим дорогу перешел, я не фанат его как политика, но, естественно, как человека, это пиздец какой-то, это ебаный стыд какой-то, это кошмар, ад, мгла, их донь, вот, короче, не знаю, что тут еще сказать, не так я себе представлял сегодня этот день эти новости, хотя в 2020 году можно бы уже, наверное, привыкнуть ко всему, что происходит, но что-то мы как-то не привыкли, судя по тому, что как мы на это реагируем, и, в общем, здоровья Навальному, такие дела.